По соседству проходила женщина и увидела, что вешают очередную вывеску над магазином. Ой, что вы делаете? Что здесь будет нового? А мы открываем магазин «Семейный бизнес». Две семьи соединяемся и открываем новый магазин. А как вы его назовете? – спросила женщина. Очень просто. Свема. Я Света, она Маша. Первые слога наших имен мы соединили, и это будет новое название нашего магазина. А как же ваши мужья, которые вешают вывеску? Они не обидятся, что их имена не задействованы в имени нового магазина? Нет, – ответили женщины. Мой Жорик и ее Паша понимают, что есть какие-то границы. Шалом, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать всех вас в нашей рубрике «Перспектива Тора. Перспектива юдаизма», где мы рассматриваем различные аспекты повседневной жизни именно с точки зрения Торы и юдаизма. Дорогие друзья, сегодня про главу «Ваишлах». Тора будет нам повествовать о том, что как Яаков возвращается в землю Израиля, в землю Кнаан, и что он готовится к встрече с Исавом. Мы помним, что Исав затаил на него какую-то обиду, какую-то злость за то, что Яаков забрал благословение у его отца, у Ицхака. И вот после 20 лет должна состояться встреча. Яаков готовится к ней различными способами. Он молится и готовится, и посылает подарки, а также он готовится к битве, к войне, потому что Исав идет к нему, и 400 человек, отряд, 400 человек идет вместе с ним. Дорогие друзья, и вот два брата встречаются. Когда два брата встречаются, есть что-то, что в Торе это очень-очень редко. «Над словом «Ваишакеу» и поцеловал он его». Там, где написано, что когда два брата встретились, и Исавц целует своего брата Якова после долгой-долгой разлуки, «Над словом «Ваишакеу», над словом «И целовал он его» есть точки. И это очень странно, ведь в других местах не над каждым словом есть точки, а именно здесь, и это первый раз, что мы встречаем это в Торе, как мы начали читать с главы Берешит, с самого начала Тору. Дорогие друзья, и наши мудрецы дают некоторые объяснения, несколько объяснений, почему именно над словом «Ваишакеу», там, где Исавц целует Якова, почему там есть точки. Некоторые говорят, что это дает нам знать, что на самом деле Исавц прощает Якова, и появляется здесь братская любовь, и он целует Якова от всего сердца, и плачут о ней. Другие раввины говорят, странно, ведь на самом деле Исавц не остался с Яковом, даже не провел с ним ни одну трапезу. Даже Лаван, который гонится за Яковом и обвиняет его, что он украл его детей, его дочерей, внуков, и имущество его украл, и богов его украл, даже Лаван остается, и когда Яков накрывает стол, Лаван остается и участвует в этой трапезе, и берет это время, чтобы остаться. Исав, 20 лет не видел своего брата, да, он его поцеловал, но он даже не остался с братом, даже не перекусил с ним хлеб, даже одну ночь не остался, чтобы обговорить некоторые вещи, что было за эти 20 лет, а что, может быть, их ожидает в будущем, ведь они каким-то образом хотят жить вместе. Дорогие друзья, и наши мудрецы говорят, именно эти точки над словом «и целовал он его» показывают нам, что на самом деле, когда Эсав целовал Якова, у него были другие намерения, он не хотел его целовать, он хотел укусить его в шею, так говорят наши мудрецы, он хотел причинить ему еще боль, и плакал, что написано, и плакали они вместе, когда Эсав поцеловал Якова, и плакали они вместе, что Эсав плакал, говорят наши мудрецы, что ему было обидно, что он должен целовать Якова, хоть он ему и не простил, а Яков плакал, потому что он знал, что за этот поцелуй ему придется еще расплатиться, ему придется еще много и дорого платить за этот поцелуй. Дорогие друзья, но все-таки, если Эсав не простил еще Якова, так зачем же они целуются? Наши мудрецы говорят, что есть иногда у людей некое лицемерие, что есть двойные какие-то понятия, можно так сказать, что одно ты думаешь в сердце, а другое у тебя на устах, или твои деяния, или твои мысли, они противоположны друг другу. Как, например, у Эсава. С одной стороны, он целует Якова, а хочет укусить его. Дорогие друзья, и видим, что это поцелуй не от любви, а на самом деле прикосновение его рта было к Якову из-за какой-то вражды, которая еще 20 лет позже, спустя, еще она не перестала существовать. Наши мудрецы обращают внимание на творчество царя Соломона, на его мудрость. В книге Мишлей, где царь Соломон пишет следующее. Кема им, паним, ле паним, это глава 27, стих 19. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Дорогие друзья, есть у нас лицо к лицу, это то, что мы видим, говорит царь Соломон, а есть еще сердце человека. Сердце человека говорит что-то другое. Сердце человека говорит то, что на самом деле думает человек о тебе. Может быть, мудрость царя Соломона базирует на том, что написал уже его отец, царь Давид, в Псалмах, Псалм 12, стих 3, там пишет царь Давид следующее. Ложь изрекают друг другу. Про людей он говорит. Ложь изрекают друг другу. Языкому Стивен говорят. С двойным сердцем. Значит, что иногда люди предпочитают сказать какую-то неправду друг другу, сделать что-то, что может быть они не совсем так думают и чувствуют, а в сердце таят что-то другое на тебя. Лицемерие – это противоположно честности, противоположно искренности. Человек неискренный, когда он занимается таким лицемерием. И уже два царя, царь Давид и царь Соломон, они написали то, что думает юдаизм на эту тему. Если это правда, то, что пишет царь Соломон и царь Давид, это значит, что как ты чувствуешь у себя в сердце про человека, который находится напротив тебя, так и этот человек чувствует те чувства к тебе тоже. Ведь написано «кема им паним эль паним» – как вода лицо к лицу. Когда ты стоишь возле человека, он чувствует, что ты про него думаешь на самом деле. Хоть ты и говоришь другое, хоть ты его целуешь, даешь ему руку или еще какие-то жесты, внимание проявляешь, но то, что сердце говорит о том человеке, то он и чувствует. «кема им паним эль паним». Наши мудрецы говорят, что Яков на самом деле сам еще таил обиду на своего брата. Яков еще не простил своему брату, что он должен был бежать из своего дома на 20 лет и сталкиваться с различными проблемами у Лавана. Он 20 лет, написано, работал, не покладая рук. Прошел тяжелое время. Да, на самом деле он стал богатым, он стал отцом, у него 12 сыновей, у него одна дочка, но все это ему пришло с большим-большим трудом и у него было много испытаний на пути. Яков сам еще не простил Эйсова. Поэтому, когда Яков, хоть он и кланяется до земли, он посылает подарки и бежит к Эйсову с распростертыми руками после 20 лет разлуки, но в сердце Яков не может утаить еще обиду. В сердце Яков еще не простил Эйсова. И так как Яков еще не простил Эйсова, как лицо к лицу вода, как будто отражение твое, так и Эйсов еще не простил Якову. Дорогие друзья, уже мама Якова, когда посылала его к дяде, что она говорила, твой брат злится на тебя, убегай к дяде и сиди у него, пока я тебя не позову. Уже мама Ривка дает Якову намек, то что человек, когда держит обиду на кого-то, другой человек тоже будет держать обиду на тебя. Чтобы другой человек простил тебе, ты должен первый простить его, потому что это лицо к лицу, как ты, так он к тебе. Человек чувствует, даже если ты бежишь к нему обниматься, даже если ты ему даешь руку, ты улыбаешься ему, но сердце не врет. Сердце человека тоже чувствительный орган другого человека. Это такой чувствительный орган, что он чувствует, что на самом деле ты думаешь о нем, что ты чувствуешь про него. Дорогие друзья, давайте же ознакомимся, как две недели тому назад мы читали в Торе, в главе Толдот, какой намек дает Ривка Якову, что именно так в жизни случается. Пока ты не простишь своему оппоненту, он тебе тоже не простит. Как ты думаешь про него, так и он про тебя думает. Ривка отправляет своего сына Якова и говорит следующие слова. Это я цитирую из главы 27, стих 44. Там она говорит следующие слова «Своему сыну Якову». Пока отвратится гнев брата твоего от тебя. Дорогие друзья, как это так? Пока отвратится гнев брата твоего от тебя. Значит, гнев он у тебя. Гнев должен от тебя уйти, на брата твоего. Ты должен ему простить. Сиди у своего дяди. И если это займет 20 лет, если займет 30 лет, но пока ты ему не простишь, он тебя не простит. И появляться тебе здесь нечего. Ведь знай, что пока ты ему не простил, он тебя тоже не простил. Дорогие друзья, ведь неспроста написано у нас в Торе, есть самая главная заповедь, центральная идея юдаизма. «Люби ближнего, как самого себя». Ты себя люби и другого люби. Покажи ему, что ты о нем думаешь, что ты любишь его. На самом деле, мудрецы нам дают совет. Ты хочешь, чтобы у тебя не было врагов? Люби всех людей. И тогда они почувствуют, что ты их любишь. И не будут на тебя иметь какие-то обиды или думать о тебе плохо. И всегда будут твоими друзьями. Но ты первый, прояви им это. Ведь ты первый, когда подходишь к зеркалу, и ты видишь свое изображение в зеркале. Или ты наклоняешь голову над водой, и ты видишь свое изображение в воде. То, что ты показываешь, то тебе и показывают назад. Это рефлектирует тебе назад. Поэтому, если мы покажем любовь в нашем сердце, без лицемерия, другие люди будут показывать нам тоже свою любовь к нам. Если мы покажем, что мы простили обидчику, обидчик забудет обиду и тоже простить. Поэтому, дорогие друзья, Ривка, мама, своим сердцем чувствует боль двух братьев, своих сыновей. Один поступил не так, как надо было, но он поступил так, как ей говорили, когда она еще была беременная, что младший будет старшим, и старший будет служить младшему, пророчество, которое она получила. Но старший все-таки имеет злобу на младшего брата, так как он у него забрал, первородство, из-за права благословения, оставил вот таким образом, без ничего, можно так сказать. Дорогие друзья, мать понимает и чувствует, и она дает сыну наставление. Пока гнев брата твоего у тебя, он тебя не простит. Пока ты ему не простишь первым, не появляйся здесь. Сиди там, пока время пройдет. Дорогие друзья, это наставление дает мама. Ведь на самом деле говорят люди, обида, это когда ты сам себе еще мстишь. Если ты держишь обиду, это как будто ты сам себя убиваешь. Поэтому надо отпустить. Прости. Покажи изображение человеку, чтобы он увидел, что ты простил, без лицемерия в сердце. Ведь его сердце чувствует тоже, как твое сердце. И если ты ему простишь, как сказал царь Давид, как сказал царь Соломон, что если человек простил, если человек любит, то же самое будет ему давать и другой человек, оппонент, который имеет с ним дело. Дорогие друзья, давайте же показывать всем людям, что мы ни на кого не держим обиды, что мы всех любим, как написано уже в третьей книге, Моше, в третьей книге, по экрану написано, Люби ближнего, как самого себя. Тем более сейчас, перед праздником Ханука. Ведь угроза греческой империи висела над всеми евреями, независимо, обиженными друг друга или нет, любимыми друг друга или нет. И все вместе, когда собрались все евреи, дали отпор грекам и получили опять независимость, быть евреями, религиозными евреями, жить под законом Торы, под законом юдаизма. Именно вот этот праздник Ханука, дорогие друзья, еще раз показывает нам, что мы все вместе. И достаточно у нас есть, кто нас не любит извне, так давайте же хотя бы мы среди себя будем друг друга любить. И если есть какие-то обиды, простим друг другу. Будем показывать без лицемерия, что мы на самом деле простили, что мы на самом деле любим, что мы относимся всем чистым сердцем, дорогие друзья. И тоже рефлектировать будут люди нам то же самое. И простят. И на самом деле, если бы Яков сделал бы домашнюю работу, которую дала ему мама, можно так сказать. Прости своего брата и потом приходи. И знай, когда ты ему простишь сердце, он тебе тоже прости. Если бы Яков все бы сделал правильно, может быть, и с Эссовым они бы на самом деле целовались. И эти точки, которые стоят над словом в Ишакею и целовал он его, обозначали бы на самом деле то, что Яков и Эссов целовались, потому что простили друг другу на самом деле. Дорогие друзья, желаю всем счастья и здоровья, хороших приготовлений к празднику и чтобы всегда была любовь между нами. Без обид. Шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин